Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников-скульпторов с описанием по книге Великий Музей Мира. Пабло Эмилио Гаргалио Каталан. Разносчица воды. 1125 год. Бронза. Пабло Эмилио Гаргалио Каталан родился в Маэлии, местечке близ Сарагосы. В 1888 году его семья переехала в Барселону, столицу Каталонии, которая на рубеже веков являлась центром художественной жизни Испании и городом, открытым творческому новаторству. Искусство скульптуры Гаргалио постигал под руководством замечательного испанского воятеля Эусебия Арнау. Затем он получил правительственную стипендию на продолжение учебы во Франции. Во время пребывания в Париже мастер испытал сильнейшее влияние земляка и близкого друга Пабло Пикассо. Однако сохранил собственное видение мира и способы самовыражения. С 1898 года началась выставочная деятельность Гаргалио. Его творчество чрезвычайно разнообразно. В общем ряду есть бронзовые извояния, покоряющие весомостью пластических объемов даже при самом маленьком масштабе. Именно таковой является представленная скульптурная группа, изображающая водоносок, чьи фигуры столь далекие от совершенства, словно наполненные живительной стихийной силой. В Сарагосе сегодня функционирует музей Гаргалио, удивляя посетителей органическим совмещением модернистских форм и поздней ренессансной архитектуры старинного здания. Здесь хранятся более 100 произведений мастера, но и в Маэле, и в Барселоне существуют памятные места, связанные с его именем. Вот такое описание к работе разнощицы воды Пабло Эмилио Гаргалио Каталан, 1925 год, бронза, описание по книге Великие музеи мира. Пока-пока, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok